В зале областного молодежного центра «Химик» собрались одни спортсмены. Но сегодня не для того, чтобы играть в футбол, волейбол, бегать и прыгать. Увлеченных спортом студентов пригласили, чтобы наградить по заслугам. Завершилась областная спартакиада вузов. Весь год, что учились ребята, они еще и соперничали в 19 видах спорта. Настольном теннисе, лыжных гонках, гиревом спорте, палеотлоне, плавании и многих-многих других. Стараемся делать все на высоком уровне. То есть и судейский корпус, и естественно, это прежде всего организация соревнований, что лучшие залы для студентов подбираются. Самое главное завоевание университета физической культуры, что выпускники работают именно в высшей школе. То есть вы поняли мою мысль, что чем лучше качество выпускаемых студентов из университета физической культуры, тем выше и лучше качество спорта в других университетах. Порядка 500 спортсменов из 9 вузов региона ждут своего часа. И первыми на сцену за своими заслуженными наградами приглашают футболистов. На высшую ступень к ледестала поднимаются любители игры миллионов из физкультурного университета. Следом за ними на сцену поднимаются любители бега. В легкоатлетическом кроссе также равных не было физкультурникам, как, собственно говоря, и в лыжных гонках. Но есть виды спорта, в которых побеждают не только они. Омский государственный технический университет обыграл всех в настольный теннис. В пауэрлифтинге победу празднуют студенты университета путей сообщения. В греко-римской борьбе фаворитами стали парни из аграрного университета. В шахматах мат всем поставили студенты из Омского государственного университета имени Достоевского. В баскетболе у парней выиграли физкультурники, у девушек – студентки Сибирской автомобильно-дорожной академии. В волейболе студенты технического университета праздновали победу и у мужчин, и у женщин. Нам было очень сложно, но мы готовились к этому сезону очень тщательно, очень много молодых девочек, также очень первый курс молодой. Мы собрались силами, командой, поговорили, обсудили, и заняли первое место. Награды получили не только студенты, но и их наставники. И педагоги всех вузов, что приняли участие в Спартакеаде, тоже получили благодарственные письма. Есть свои лидеры, есть свои звездочки, есть наши надежды, есть те, которые тянутся, идут за ними. У каждой команды есть свои козыри, есть свои лидеры, есть свои тренеры, которые тратят свои душевные силы и нервы, и в свободное время для занятий с этими детьми. Поэтому это не передать словами. В комплексном зачете, а их было два, наградили победителей под занавес мероприятия. Сибгувк, как самый спортивный, получил Кубок Победителей. А среди неспортивных вузов победу праздновали студенты и преподаватели Технического университета. Это действительно чувство, вообще сверх всего, то, что хотелось бы увидеть и услышать. Наверное, не мечтали, но действительно за этим стоит большой труд и тренеров, и наших замечательных студентов. И хочу похвалиться всем жителям города Омска. Мы получили приказ Министерства образования Российской Федерации, мы стали победителем. В конкурсе Всероссийском Омский технический университет стал участником этого конкурса «Вуз территория здорового образа жизни». Это вклад нашей команды, не одной, а нескольких, у нас много призовых мест, технического университета, ректората и студенчества, и всех-всех наших спортсменов. Мы очень рады, спасибо нашему министерству по молодежной политике, которая занимается и делает движение вперед, и спорт, студенчество, молодежь, они неотделимы. И за это им большое спасибо. Второе место у ребят из университета «Путей сообщения», а замкнули тройку лидеров студенты Аграрного университета. Наши поздравления! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова